В прошлом году бушевал грипп свиной, теперь печоры атакуют грипп калифорнийский. О том, насколько он опасен и что делать, чтобы эта зараза обошла вас стороной, расскажет наш корреспондент. В нашем городе на сегодняшний день превышен эпидемический подъем гриппа. На прошлой неделе он составил 69%. Сейчас ситуация меняется не в лучшую сторону. Закрыты 3, 4, 9, 83 школы и общеобразовательные учреждения в Красном Яге, а также детские сады в Березовке и Приуральском, несколько групп в Печоре. Эпидемия гриппа у нас началась еще 13 декабря. В декабре она развивалась не очень интенсивно, тоже превышался эпидемический порог, но заболеваемость 2 недели была сравнительно на высоком уровне, а потом к новогодним праздникам она снизилась. И когда брали сыворотку от больных, казалось, что у нас проходил в то время вирус гриппа B. Но сейчас вы видите в средствах массовой информации, что по России интенсивным образом развивается грипп, вызванный H1N1-09, то есть тот прошлогодний калифорнийский грипп, который у нас был в Печоре, тоже в октябре-ноябре месяце. Калифорнийский грипп отличается от других разновидностей вируса тем, что развивается быстро, массово и внезапно. Больной может даже назвать точное время, когда почувствовал себя плохо. Появляется озноб, головная боль и боль в мышцах. Быстро повышается температура. Особенно тяжело его переносят беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями и дети от рождения до двух лет. Пока в городе установлен карантин на неделю, но если ситуация останется неизменной, он будет продлен до 14 дней. Если они находятся в коллективе, где выявлен больной, то в этом случае, конечно, уже ясно, что они контактные, что они могут заболеть, и поэтому нужно принимать химиопрепараты, хотя бы с профилактической целью. Помимо этого, при острой необходимости посещения людных мест нужно смазать носовые ходы оксалиновой мазью, дома проветривать помещение, убирать квартиру дезинфицирующими средствами и качественно мыть посуду. Ну а последнее, это самое эффективное, это у нас, вы сами знаете, что это вакцина-профилактика. Но из-за того, что в вакцине содержится только три типа, которых ожидаются обычно, многие не доверяют вакцине против гриппа, потому что когда на территории приходят 10 вирусов, или там 15, или 20, ясно же, и они, их нет в вакцине, то в этом случае человек, конечно, может переносить какое-то вот такое заболевание типа гриппа, ну, острое респираторное вирусное заболевание. Но наша страна, наше правительство нас хочет защитить от самых опасных видов вируса, которые ожидаются на территории. И поэтому они включают именно эти типы вируса, которые рекомендует Всемирная организация здравоохранения. Сегодня ситуация критическая. Горожане очень плохо защищены от гриппа. Привиты лишь 11% от общего населения Печорского района.